Продолжение следует... В студии работает Руслан Ачиров. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий, что случилось на автодорогах республики за прошедшую неделю. В чем заключается безопасность на зимней дороге? Как защититься от автоподставы? Как вести себя в такой ситуации? Повторение мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит психолог Надежда Васильева. Ну а в начале нашего выпуска мы предлагаем вашему вниманию обзор автопроисшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 7 по 13 ноября зарегистрировано 101 дорожно-транспортное происшествие, где погиб один человек и различные травмы получились 17, в том числе трое детей. 12 ноября в первом часу ночи автоводитель, управляя машиной Toyota Premium, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Toyota Plaz. В результате ДТП травмой получили два пассажира Toyota Plaz. В ходе разбирательства было установлено, что водитель, выехавший на встречку, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен административный материал. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. За последние дни было совершено несколько случаев наезда на пешеходов. Так, 11 ноября в дежурную группу автоинспекции поступило телефонное сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о ДТП с участием несовершеннолетнего. При проверке выяснилось, что на автобусной остановке микрорайона Птицефабрика водитель, управляя маршрутным автобусом номер 14, совершил наезд на мальчика. В результате происшествия 10-летний ребенок получил ушибы мягких тканей живота и раны лица. В этот же день в городе Нюрба женщина-водитель на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 9-летнего школьника, который переходил проезжую часть. После случившегося женщина отвезла мальчика в школу. При этом ни в полицию, ни в скорую помощь о случившемся она не сообщила. Мальчик сам рассказал матери, после чего ребенка привезли в медицинское учреждение, где у него были диагностированы ушибы и назначено амбулаторное лечение. В отношении автомобилистки составлен административный материал. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток. Днем ранее, 10 ноября, водитель, управляя автомобилем Toyota Premium, не справившись с рулевым управлением, выехал в правую сторону, где совершил наезд на двух пешеходов. Далее наехал на пешеходное ограждение и после на ограждение частного дома и на линию тепловых сетей. Прибывшая скорая медицинская помощь доставила пешеходов в больницу с различными переломами и ушибами. Со слов водителя, в тот момент шел сильный снег. Госавтоинспекция дает несколько простых советов во время непогоды. Первое – это подготовить автомобиль к поездке, то есть очистить полностью от снега, тщательно проверить работу тормозной системы, уровень незамерзающей жидкости и работу световых приборов. Второе – держать дистанцию не только до впереди едущей машины, но и боковую. Третье – выбирать правильный скоростной режим. Четвертое – не забывать про поворотники. Пятое – не отвлекаться на мобильные телефоны. И шестое – закладывать больше времени на поездку. Снегопад, гололедица – это всегда снижение скорости. Никакая технология уборки этого не изменит. Если идет снег, то время в пути стабильно увеличивается на 25-30%. Это нужно понимать и учитывать. А мы продолжаем. Что такое автоподставы и как с этим бороться? Далеко не всегда в дорожно-транспортном происшествии ущерб возмещает виновник. Так бывает, когда недобросовестные граждане сами создают аварийную ситуацию, а потом убеждают водителя – вы виноваты, давайте договоримся прямо здесь и не будем вызывать сотрудников. В результате водитель, который ни в чем не виноват, теряет деньги. Как определить автоподставщика и не стать его жертвой? Об этом мы поговорим в нашем следующем материале. Можно выделить такие, как наезд якобы на пешехода. Когда с помощью другой машины отвлекается внимание водителя перед пешеходным переходом, в это время преступник второй ударяет на капот, падает, допустим, на зебру, которая находится перед машиной. То есть происходит инсценировка наезда на пешехода. Схем автоподстав достаточно много, и мошенники чаще всего высматривают автомобили средней ценовой категории с одним водителем, чтобы не было лишних свидетелей. Они обращают внимание на таких автомобилистов, которые едут очень осторожно, неуверенно, перестраиваются из одной полосы в другую, часто жмут на тормоз. Наличие на стеклах знаков новичка, пакеты и сумки из престижных магазинов, пожилой человек, женщина за рулем недорогого автомобиля, а еще лучше, если с ней рядом находится ребенок. Все эти люди – идеальные кандидаты на жертву. После совершения вот этой автоподставы начинается обработка потерпевшего, начинается психологическое давление, предлагают решить дело на месте, разойтись по-мирному и так далее, в том числе доходит до угроз и так далее. Вплоть до того, что бывают случаи, что данные автоподставщики вызывают сотрудников ГАИ, которые также являются фиктивными. Самое первое правило – не теряйте самообладание и не поддавайтесь эмоциям. Всегда следует иметь в виду, что если делать все по закону, преступникам это будет невыгодно. Они не смогут получить на руки нужную компенсацию, и им придется засветиться в страховой компании и сводках ГИБДД. В случае возникновения такой ситуации, не надо допускать, чтобы сотрудников ГАИ вызывали, вызывал та сторона, вызывайте сами через телефон 112-02 и так далее, чтобы быть уверенным, что приедут действительно сотрудники полиции, и которые не заинтересованы в исходе дела. Помочь в таких ситуациях также сможет запись видеорегистратора, фото автомобилей сразу после аварии, показания настоящих свидетелей. Главное – жертве ни при каких обстоятельствах не передавать деньги, не передвигать автомобиль с места ДТП, а позвонить в ГИБДД. Тогда большинство преступников просто покинут место аварии. Дорога зимой таит множество опасностей для водителей. И самое опасное явление природы – это снегопад, гололед, укатанный снег, сильные морозы, ранние сумерки. Все это усложняет управление транспортным средством. И сегодня у нас в гостях старший инспектор по особым поручениям отдела дорожного надзора, управления госавтоинспекцией МВД по республике Саха-Якутия, майор полиции Николай Жирков. Он даст советы, как избежать чрезвычайных ситуаций на зимней дороге. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, когда планируется открыть автозимники и ледовые переправы в республике? Вообще в республике график открытия ледовых переправ, а также их закрытия, устанавливается приказами Министерства транспорта республики Саха-Якутия. По приказу у нас первое открытие 25 ноября планируется, но это уже исходя из погодно-климатических условий. Если, допустим, температура будет нормальная, то есть пониженная, холодная, тогда будет открываться по мере необходимости. Скажите, а есть какая-то статистика, сколько переправ обустраивается в республике, и в частности в окрестностях города Якутска? Всего в республике насчитывается 17 сезонных автодорог. Это включая автозимники сухопотные, есть и ледовые переправы. В составе этих 17 автозимников у нас есть 52 ледовые переправы оборудуются. Это на территории города Якутска. Это три сезонных автодороги. Это Якутск, Нижний Бестях, это федеральная дорога Колыма, Хатас и Павловск. И на автодороге Барагон, Соттинцы и Кангалас. А скажите, а кем и как устанавливается грузоподъемность ледовых переправ и от чего зависит эта грузоподъемность? Грузоподъемность устанавливается решением специальной комиссии, которая образовывается приказом обслуживающей компании. То есть на каждой переправе либо автозимнике имеется подрядная организация, которая обслуживает данный участок сезонной автодороги. И в состав этой комиссии входят сотрудники ГИМС, которые проверяют толщину льда. И в зависимости от толщины льда устанавливается какая-либо грузоподъемность. То есть там специальная формула есть и по толщине снега с запасом прочности уже устанавливают массу автомашин, которые могут проехать в данный момент. Если в такой случае, что водитель выехал на переправу до ее открытия, до начала ее функционирования. Какая его ждет в этом случае ответственность? Так, ответственность предусмотрена статьей 9.10 Кодекса Республики Саха-Якутия. То есть административный кодекс Республики Саха-Якутия. И установлена административная ответственность на граждан от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц от 20 до 50 тысяч. И для юридических лиц, если уже вина установлена юридического лица, значит для юридических лиц от 300 тысяч до 1 миллиона, по-моему. Существуют ли какие-то отдельные, особенные правила дорожного движения при движении по сезонным автодорогам? Если да, то какие? Так, ну как таковых правил не устанавливается. То есть сезонная дорога, она является такой же дорогой, как и обычная дорога. Но она сезонная. То есть в зимний период, когда у нас устанавливается холодное время, и для тех участков дорог, где отсутствует связь транспортная с населёнными пунктами, открывается сезонная дорога. То есть мы их называем автозимниками, грубо говоря, либо ледовая переправа. В основном там ограничение скорости устанавливают, так как она, конечно же, не ровная, как скажем так, да, и имеет свои особенности езды. То есть это грузоподъёмность тоннаш, да, максимальная, которая может проехать транспорт. И на ледовой поверхности, это ледовая переправа, устанавливается ещё запрет обгона транспортного средства. То есть когда две машины, чтобы вместе не ехали по полосе движения. Ну вот, например, если автомобиль двигается по федеральной трассе, да, по трассе, которая асфальтированная, с разметкой, со световым освещением, да, со светоотражающими бордюрами, то автозимник – это порой просто дорога, ну, соответственно, пробитая по снегу, по льду, очень много снежной пыли, да, бывает туман и так далее. Есть ли какие-то советы, которые вы могли бы дать водителям, чтобы их придерживаться и избежать чрезвычайных ситуаций на автозимниках? Ну, вообще для водителей такой совет, как, скажем, да, при движении, при плохой видимости, да, при ограниченной видимости, в тёмное время суток всегда включать ближний свет фар. И когда останавливается, допустим, вынужденная остановка, либо для отдыха, да, всегда смотрели не только передние фары, да, но и задние габаритные огни. Такое бывает, что при движении, при тряске, то есть лампы, как его, сгорают. Поэтому, допустим, при движении сзади, за автомашиной, да, когда клубы снега идут, возможно не видеть транспортное средство. Николай, ну, я думаю, что это хороший случай, чтобы ещё раз напомнить водителям, может быть, есть какое-то обращение для повышения безопасности на дорогах республики? Так, ну, для водителей, которые запланировали всё-таки поездку, да, на дальние расстояния в холодное время года, хотелось бы обратиться, как говорится, с советами, да. При необходимости выезда на дальние дистанции, да, необходимо утеплить автомашину, проверить состояние техническое, запасные колёса, естественно, да, двойные, ну, если это есть возможность, инструментами, которые необходимы будут на дороге при каких-либо ситуациях, да, то есть отремонтироваться по дороге, запасные части взять, те же ремни безопасности, то есть не ремни безопасности, а ремень привода, допустим, да, генератора, помпа, может быть, дополнительные масла, жидкости охлаждающие, и, а также взять с собой, как, как его, установлено правило дорожного движения, светоотражающие жилеты, то есть в случае необходимости, когда при остановке на трассе, чтобы водитель вышел уже при жилете, чтобы его было видно в тёмное время суток издалека. Николай, благодарим вас за то, что вы пришли к нам на передачу, и желаем, конечно, всем зрителям, всем водителям безопасной езды на дорогах республики. С удовольствием хочу приступить к любимой многими нашими телезрителями рубрики, где горожане, жители города Якутска, отвечают на правила дорожного движения, сдают тест, который состоит из 10 вопросов, и сегодня на этот тест ответит психолог Надежда Васильева. Надежда, здравствуйте. Добрый день. Надежда, ну у нас традиционный вопрос, сколько у вас лет составляет водительский стаж? Я сегодня посчитала как раз перед приходом 6 лет. 6 лет. Волнуетесь? Очень. Очень? Страшно. Ну что, все 10 вопросов будут на нашем экране. Итак, начнём. Первый вопрос. Вы имеете право продолжить движение на перекрёстке. Варианты ответов только в направлении В. В направлениях А и В, во всех указанных направлениях, кроме Г. Вариант 2 в направлении А и В. В направлениях А и В. Вариант номер 2. Принято. Следующий вопрос. Какие из указанных знаков разрешают выполнить поворот налево? Варианты ответов А и В, В и В, только А, все. Так, В и В – это вариант второй. Вариант номер 2. 2. Хорошо. Следующий вопрос. При наличии данной разметки, нанесённой на полосе движения, вам разрешено выполнить варианты ответов поворот налево и разворот? Только поворот налево и только разворот. Как налево и разворот вариант 1. Вариант номер 1. Хорошо. Следующий вопрос. Вам можно двигаться? Варианты ответов налево и в обратном направлении, только налево. И третий вариант – в любом направлении. Ну, несмотря на регулировщика, который показывает налево, можно, я думаю, в любом направлении. То есть это вариант 3. 3. Хорошо. Следующий вопрос. Какие внешние световые приборы должны быть включены на транспортном средстве, имеющем опознавательные знаки перевозка детей, при посадке и высадке из него детей? Варианты ответов – аварийная сигнализация. Второй вариант – ближний свет фар или противотуманные фары. Третий вариант – габаритные огни. Так, ну, скорее всего, аварийная сигнализация – вариант первый. Вариант номер 1. 1. Принято. Следующий вопрос. Водитель автомобиля, выполняющий перестроение на правую полосу, в данной ситуации не должен создавать помехи двигающимся по правой полосе автомобилю. Второй вариант – имеет преимущество, так как на автомобиле включены указатели правого поворота. И третий вариант – имеет преимущество, поскольку завершает обгон. Так, вариант первый. Преимущества он не имеет. То есть вариант номер 1 – не должен создавать помехи двигающихся по правой полосе автомобилю. Принято. Следующий вопрос. По какой траектории водителю легкового автомобиля можно выполнить обгон? Вариант ответов – только по А, только по Б, по любой из указанных. Ну, на дорогах чаще бывает третий вариант, а по правилам, видимо, первый. Только по А. Только по А. Принято. Следующий вопрос. Кому вы должны уступить дорогу при движении прямо? Варианты ответов – только легковому автомобилю. Второй вариант – легковому автомобилю и мотоциклу. И третий вариант – никому. Так, ну тут главная дорога идет направо. Вот и получается легковой автомобиль, он по главной дороге, видимо, надо ему уступить дорогу. Это вариант 2. Если только легковому, то первый вариант. А, только один, да, первый вариант. А, первый вариант – уступаем дорогу только легковому автомобилю. Хорошо. Следующий вопрос. Нарушил ли водитель правила при вынужденной остановке на автомагистрале? Варианты ответов – нарушил. Второй вариант – не нарушил. Третье – нарушил, если не выставил знак аварийной остановки. Ну, здесь вроде непонятно, аварийная есть у него остановка или нет, моргает сигнал или нет. Ну, вот нарушил, если не выставил. Ну, видно, что остановился и вроде как горят аварийные аварийки. Как будто так. Ну, давайте третий вариант. Третий вариант – нарушил, если не выставил знак аварийной остановки. Принято. И последний вопрос. Разрешается ли устанавливать на транспортном средстве ошипованные шины совместно с неошипованными? Варианты ответов запрещается. Второй вариант – разрешается только на разные оси. Третий – разрешается. Ну, все шины должны быть одинаковые, поэтому запрещается. Принято. Первый вариант. Хорошо. Итак, напомню, что Надежда Васильева сейчас ответила на все 10 вопросов. И результаты проверит преподаватель автошколы «Фаворит» Наталья Ленских. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, Надежда. Надежда ответила на 10 вопросов. И первый вопрос был. Вы имеете право продолжить движение на перекрестке. И вы ответили правильно. Действительно, можно двигаться в направлении А и В. В. Какие из указанных знаков разрешают выполнить поворот налево? Вы выбрали второй ответ – В и В. Первый знак – запрещающий знак. А. Он запрещает разворот, но не запрещает поворот налево. Второй знак – тупик. Он просто информирует Вас о том, что если Вы повернете налево, там будет тупик, но не запрещает поворот налево. Третий знак. Говорит нам о том, что направо идет полоса для маршрутных транспортных средств. Налево же мы можем двигаться. То есть все знаки разрешают поворот налево. Здесь Вы ошиблись. При наличии данной разметки, нанесенной на полосе движения, Вам разрешено выполнить. И Вы ответили правильно. Можно выполнить поворот налево и разворот. Вам можно двигаться. Вы дали верный ответ в любом направлении из указанных. Какие внешние световые приборы должны быть включены на транспортном средстве, имеющем опознавательные знаки перевозка детей при посадке и высадке из него детей? Если транспортное средство занимается посадкой и высадкой детей, именно они включают аварийную сигнализацию, информируя нас о том, что здесь дети. Водитель автомобиля, выполняющий перестроение на правую полосу в данной ситуации, действительно не должен создавать помех автомобилю. Вы дали правильный ответ. По какой траектории водителю легкового автомобиля можно выполнить обгон? Действительно, у нас нерегулируемый перекресток. Перекресток на таких перекрестках обгон запрещен. Поэтому правильный ответ будет А. Вы ответили правильно. Кому Вы должны уступить дорогу при движении прямо? Вы правильно рассуждаете, то есть должны уступить автомобилю, который находится, как и Вы, на главной дороге, является для Вас помехой справа, то есть легковой автомобиль. Правильный ответ. Нарушил ли водитель правила при вынужденной остановке на автомагистрале? Если мы останавливаемся, даже у нас вынужденная остановка, только одной аварийной сигнализации недостаточно. Необходимо поставить знак аварийной остановки. И в данной ситуации правильно ответили, да, действительно нарушил, если не выставил знак аварийной остановки. Разрешается ли устанавливать на транспортное средство ошипованные шины совместно с неошипованными? Именно если Вы используете шипованные шины, то все четыре колеса должны быть одинаковыми. Надежда, Вы ответили на 9 вопросов из 10. Я думаю, это хороший результат. Но всем и всегда рекомендую повторять правила дорожного движения. Спасибо. И в метель, и в жар. На дорогах заметит Вас каждый, Где моторы машин Непрерывную песню поют, Охраняя покой, Безопасность простых наших граждан. Вы несете Нелегкую службу свою, А потоки машин С каждым днем Они больше и больше Жизнь стремится вперед Ей не хочется скорость сбавлять, Но чтоб мирно жилось И водителям, и пешеходам Часовые дороги, Часовые дороги Вы на помощь спешите опять. Вашу службу нести Вы должны каждый день Неуклонно Хоть порой нелегко Вам церовую схватку вести С теми, кто не привык Честно жить, подчиняясь закону Кто другим не дает Быть спокойным во время пути А потоки машин С каждым днем Они больше и больше Жизнь стремится вперед Ей не хочется скорость сбавлять, Но чтоб мирно жилось И водителям, и пешеходам И водителям, и пешеходам Часовые дороги Вы на помощь спешите опять. А потоки машин С каждым днем Они больше и больше Жизнь стремится вперед Ей не хочется скорость сбавлять, Но чтоб мирно жилось И водителям, и пешеходам Часовые дороги Вы на помощь спешите опять. А потоки машин С каждым днем Они больше и больше Жизнь стремится вперед Ей не хочется скорость сбавлять, Но чтоб мирно жилось Но чтоб мирно жилось И водителям, и пешеходам И водителям, и пешеходам Часовые дороги Часовые дороги Вы на помощь спешите опять. С каждым днем С каждым днем С каждым днем С каждым днем С каждым днем